Доброго времени суток! Приветствую вас всех на моем канале! Давайте посмотрим такой интересный вопрос Зачем приехал Эрдогам? Ну и еще этот представитель ЗОН Как его там... Мудерыш что ли, как-то так фамилия Для чего они во Львове Собрались встречаться с Зеленским Итак, Эрдоган Интересная карта Для Эрдогана заканчивается какой-то серьезный период жизненный И предстоит новый И, видимо, ради того, чтобы В этом периоде новом остаться на посту Вот он сейчас очень суетится между политиками Извините Вот карта Так Зеленский Очень распереживался Очень переживает Очень расстроенный И вообще не представляет, что ему дальше делать Со всей вот этой вот компанией Которая тут затеяна В нынешнее время Ну и этот представитель УЛОН А, это как всегда Все по-старому Без изменений Вроде как примирить должен Поговорить Пообещать чего-нибудь хорошего Но так, бестолково Чисто номинальная поездка Все как обычно Так Ну, мы пока этого отодвинем Давайте посмотрим, что Эрдоган Ой Карта пластиковая Поэтому легко очень разлетается Что Эрдоган хочет от Зеленского Ну, я думаю, что в первую очередь Это разговор о том Чтобы договориться О транспортировке зерна Через Турцию Какие-то условия хочет поставить У него очень есть жесткие планы На эту тему Которую он хочет очень серьезно осуществить То есть Я думаю, что Эрдоган хочет разыграть Карту более серьезно Чем на данный момент Вот роль он выполняет Да, это самое, что через Турцию Идут корабли зерном Он, ну, как бы контролирует Да, чтобы там оружие Ну, из Одессы оружие вывозиться не будет А вот туда может быть Вот, и поэтому У Эрдогана есть Свои планы Эти планы на будущее Он хочет какой-то очень твердой своей позиции То есть не только Как договориться с кем-то О чем-то, да Чтобы там вот Я там буду присматривать Что вы перевозите Нет Он хочет более серьезную позицию От этого иметь Что именно сложно сказать Может быть, он хочет договориться О поставках зерна Непосредственно в Турцию Возможно Ну, в общем По более дешевой цене Если Турция иногда будет На что-то закрывать глаза Что Зеленский ждет от Эрдогана Денег Помощи и поддержки И как он считает Такое справедливое Что если это все проходит через Турцию То Турция должна помогать и Украине Байрактар аж поставляют Поставляют Ну, значит, надо чего-нибудь еще побольше Вот То есть он хочет тоже укрепить В этом плане свои позиции Во всяком случае Чтобы закрывали глаза на вещи Ну, которые будут вывозиться вместе с зерном Ну, в общем, какие-то махинации Он хочет понимать Как относится к нему Эрдоган Непосредственно отношения Прощупать вот эти слабые места У Эрдогана И если что, потом наносить по ним удары Ну, то есть Доставать, как говорится Туза из рукава И тоже хочет Чтобы у него была усилена позиция Чтобы Осуществить именно свои цели Которые были поставлены ранее С чем цели эти связаны Извините С обманом и воровством Классно Вот самое то время договориться об этом Человек понимает Что войну проигрывает Поэтому нужно с этого поиметь Как можно больше поглад Сейчас я, конечно, понимаю Цепсошники проснутся налетят Тапки мне тут сейчас это самое полетят Но, ребята Это не я говорю Это карта говорит Цели Зеленского Как можно больше поиметь денег Побольше наворовать Ну и вполне возможно Что Пришла такая информация Что сложится ситуация так Что Зеленскому нужно будет Куда-то Ретироваться Но Почему-то он считает Что Европа будет Для него закрыта А вот через Турцию Он может уйти Поэтому для него это очень-очень Важная встреча Так Договорятся ли они По поводу Окончания обстрелов Атомной станции Запорожской Ну, разговор будет Спокойный такой Ну, что ты давай Парень мой Прекращай Ты угрожаешь всему миру То есть Над этим вопросом Они может быть Знаете как Сначала будут обсуждать Вот это А потом уже будут Скользь говорить То есть Постарается Над этим вопросом Поработать Потому что, конечно Никому это не нужно Но Пообещает То есть Разговор будет Непростой Спокойный такой Но непростой И в общем-то Зеленский Скорее всего Пообещает Что он больше Не будет Обстреливать Атомную станцию Но что он за это Захочет получить Чтобы все прекратили Все действия Так То есть Будет идти разговор О заключении Перемирия Да Но перемирие Конечно Это На тех условиях Что земли Останутся Россией Донецк У Луганск Свою Вот То есть Заключить Перемирие Тогда он прекратит Обстреливать Атомную станцию Но Он Слишком много Себе Возомнил Как на это Предложение Если оно будет Выдвинуто Реагирует Россия Ну Это попытка Полностью Связать Россию По Рукам И ногам Это такая Тупиковая Для России Ситуация Нужно будет Россия будет Думать И взвешивать Потому что Тоже Россия В общем-то Нужно Свои Какие-то Вопросы Решать Так Согласится Россия На перемирие Ну Возможно Только Как бы Это не Обернулось Последствия Для России Катастрофы Ну Опять же Поживем Увидим Ситуация Меняется Каждый День Изначально Связано Все Зерном И Транспортировка Какое-то Оружие Потом Отступление Зеленского Если что Запасной Путь Ну И Прекратить Обстреливать Атомную Станцию Ну Честно Говоря Вот Это Мне Весьма Не Нравится Ну А там А там Сложится Ситуация Так Что Для России Будет Другой Какой-то Вариант Более Выгодный Зеленский Будет Сопротивляться Этому Ну Там Потом Уже Но Этому Дополнительный Расклад Сделаем Поточнее Но Для него Будет В первую Очередь Важно Сохранять Собственную Жизнь Ну Это Так На Будущее Оно Может Поменяться В любой Момент Все Еще Зависит От Американцев Вообще Как Американцы Реагируют На Вот Эту Стрич Эрдогана Зеленским Ну В принципе Неплохо Считают Что Вроде Так И Должно Было Быть Но Это Приведет К Серьезным Изменениям Что Не Очень Соответствует Их Интересам И Они Будут Ускоряться Сделают Какой-то Новый Выбор Новые Действия Ну Соответственно Они Скорее всего Начнут Украину Накачивать Оружием Начнется Второй Этап Всего Этого Марлезонского Балета Вторая Часть Да И Потом Опять Начнутся Боевые Действия Со стороны Киева Что Очень Всех Разочарует Начнет Ли Америка Боевые Действия С китами Пока Нет Пока Не считают Что это Для них Опасно Ну В общем Она Говорила Много Чего Начала За здравие Кончила За упокой Так что Там-то мы Остальное Все посмотрим Но Нынешняя Встреча Она Связана Больше Всего Именно С перевозкой Зерна То есть Эрдоган С этого Что-то Хочет Побольше Поиметь Потому Что У него Там тоже Где-то На носу Выборы Ему Нужна Более Крепкая Позиция На политическом Уровне И Вполне Возможно Что он Попытается Через Вот это Зерно Сделать Так Чтобы Он Как бы Вот Как объяснить Сейчас Есть такое Слово Хаб То есть Как бы Он стал Турция Стала Хабом Вот этих Всех Зерновых То есть Все будет Туда Доставляться Дальше Уже Распределяется Куда Нужно Дальше По миру То есть Он С этого Хочет Поиметь Денежку И соответственно Еще и Возможности Влияния На другие Государства Вот Ну Этот Изоон Может быть Поговорит О том Чтобы Прекратить Обстрелы А Зеленский Соответственно Выдвинет Условие Что он Прекратит В том Случае Если Наступит Перемирие Россия Ну Не Понравится Этот Вариант Но Она Может Согласиться А там Поживем Увидим Ну Вот То Что Мне Так Скажем Рассказали Карты А Как Что Будет Дальше Мы Узнаем Из Новостей Благодарю Вас За Внимание Берегите Все Себя Берегите Своих Близких И До Новых Встреч